Добрый день, коллеги. И сегодня мы с вами поговорим уже о нутриционной поддержке у пациентов с коронавирусной инфекцией. Меня зовут Марина Александровна Кагай, и я врач-диетолог Дорожной клинической больницы в Санкт-Петербурге, а также доцент на кафедре гастроэнтерологии и гипотологии в Санкт-Петербургском государственном университете под руководством Андрея Юрьевича Барановского. На прошлой лекции мы с вами уже поговорили о диагностике недостаточности питания и вывели ту группу пациентов, которым необходима нутриционная поддержка. А сегодня мы с вами поговорим уже конкретно, а что делать-то с этими пациентами. Но вначале давайте опять же определимся с терминологией. Что же такое нутриционная поддержка? Это комплекс и диагностических заметь и лечебных мероприятий, направленных на своевременное выявление, предупреждение и коррекцию недостаточности питания с помощью специальных продуктов, в частности парентерального и эндерального питания. Итак, конечно, на данный момент, я еще раз повторюсь, нет специальных исследований по коррекции питания для пациента с коронавирусной инфекцией. Поэтому эксперты Эсвен рекомендуют использовать те протоколы и те гадлайны, которые максимально подходят для данного пациента. Например, если это пациент возрастной, то мы используем гадлайны в геронтологии. Если это пациент онтологический, то гадлайны, которые разработаны для онтологических пациентов. Если это пациент отделения интенсивной терапии, то мы используем те протоколы, которые разработаны для отделения интенсивной терапии. И сколько я сама советовалась и смотрела, как делают наши коллеги за рубежом, они рекомендуют использовать те протоколы, которые уже хорошо отработаны в вашем стационаре, потому что вы умеете ими пользоваться, вы знаете, как их использовать и как они должны работать, поэтому рекомендуется использовать то уже, что хорошо отработано. Итак, что же написано вот в этом последнем гадлайне для пациентов с коронавирусной инфекцией? Мы, во-первых, когда мы начинаем нутрационную поддержку, мы должны определиться с объемом того клинического питания, которое мы хотим дать пациенту. И первое – это, конечно же, энергия. Что нам рекомендуют специалисты? Конечно, они использовали те гадлайны, которые были разработаны для пациентов из гириатрии, и они рекомендуют, если у вас пациент полиморбидный, я напомню, мы уже с вами об этом говорили, это два и более заболеваний, старше 65 лет, то мы используем 27 ккал на килограмм веса в сутки. Если это полиморбидный пациент с тяжелой недостаточности для питания или пожилой пациент, то 30 ккал на килограмм в сутки. Причем хочу обратить ваше внимание, если вы видите, что у вас пациент с тяжелой степенью недостаточности для питания, как ее определить, мы говорили с вами в прошлой лекции, нельзя сразу давать этот объем, который вы рассчитали, потому что этот пациент в группе высокого риска развития рефидинг-синдрома. Поэтому наращивание объема питания должно проходить постепенно. Вы начинаете с одной трети и медленно, постепенно под контролем самочувствия клинической картины пациента увеличивается уже до расчетных величин. Следующий важный показатель, мы с вами неоднократно это обсуждали, это, конечно, белок. Потому что именно количество мышечной массы висцерального белка – это те факторы, которые помогут пациенту максимально эффективно, максимально безопасно пройти этот путь выздоровления от коронавирусной инфекции. Что же написано в рекомендациях? Если это пожилые пациенты, то им рекомендуется 1 грамм на килограмм веса. Если это полиморбидные пациенты, то больше 1 грамма на килограмм веса. И я еще добавила от себя, если это пациент с аркопенией, то мы уже берем рекомендации для пациентов с аркопенией – это 1,5 грамма на килограмм веса. Я в своей практике не использую больше 1,5 грамма и не рекомендую, мы в своем сационаре не любим эти протоколы. Во-первых, честно говоря, не очень понимаю, как ослабленному тяжелому пациенту можно дать такой объем. Ведь мы понимаем, что чем больше объем, тем больше водная нагрузка. Если мы берем энергетические смеси, тем больше вероятность развития смолярной диареи. Поэтому, как правило, выйти на такой объем бывает очень сложно. И вопрос, наверное, и не нужно. С другой стороны, мы знаем, что коронавирусная инфекция часто течет с осложнениями и развитием почечной недостаточности. И в данном случае нагружать пациента белка однозначно не стоит, потому что избыток белка в питании – это увеличение гиперфильтрации в почках, увеличение количества креатинина. Поэтому в данном случае рекомендация будет даже 0,8 грамм на килограмм, а может быть и меньше в зависимости от скорости клубочковой фильтрации. Что нам рекомендуется по жирам и углеводам? В данном случае мы берем соотношение жиров к углеводам, если у нас это пациент без дыхательной недостаточности от 30 к 70. Если пациент на МВЛ – 50 на 50. Почему? Потому что углеводы имеют высокий дыхательный коэффициент. И в данном случае они будут только усиливать дыхательную недостаточность, поэтому у пациентов на МВЛ снижено количество углеводов, увеличена квота жиров. С другой стороны, пациенты на МВЛ мы не должны их перекармливать, потому что это тоже увеличивает риски того, что потом будет сложно их снять с МВЛ. Как это рассчитывается? Вот вы посчитали, что, например, у вас пациент 60 килограмм, и вы хотите дать пациенту, например, 30 калорий. 60 на 30 – 1800. Причем вы считаете, что вы хотите пациенту дать, например, 1 грамм на килограмм веса, то есть 90 грамм белка. То есть 1800 калорий – 90 грамм белка. Нам теперь нужно определить, сколько же нам дать жиров и углеводов. Мы знаем, что 1 грамм белка – это 4 килокалории. Соответственно, умножаем 4 на 9 и получаем 360 калорий. А 1800 минус 360 – это получается 1440. И дальше уже в зависимости от того, какой у вас будет пациент. Если это будет пациент бездыхательный недостаток, то 30% от 1460 будет за счет жиров, 70 – за счет углеводов. Если это пациент на МЛ, то делим 50 на 50 и получаем 1230. И дальше, опять же, делим либо на 4, если хотим узнать, сколько это должно быть углеводов, либо делим на 9, если хотим узнать, сколько это будет жиров. Вот так рассчитывается количество жиров и углеводов в зависимости от того, как выражены нарушения дыхания у пациента. Итак, следующий важный вопрос – это какую массу тела мы берем для расчетов. Потому что предыдущие все данные рекомендуются именно на грамм веса. Мы берем идеальную массу тела для пациентов с недостаточностью питания, которую вы можете рассчитать либо по формуле Лоуренса, либо по формуле Брок и берите ту, какая вам больше нравится. А если это пациент с нормальной массой тела, мы берем в него фактическую массу тела и считаем на нее. Но тут же возникает вопрос – а если это пациент с сбыточным весом? Конечно, таких пациентов у вас будет много, потому что, в принципе, в последнее время мы отмечаем рост количества пациентов с избыточным весом и ожирением. И здесь эксперты Эспен рекомендуют брать скорректированную массу тела. Что это такое? Это идеальная масса тела плюс жировая масса тела, она тоже потребляет энергию. Но в любом случае она тоже требует определенного введения энергии. Для пациентов с избыточной массой ожирения мы берем скорректированную массу тела. Что это такое? Это идеальная масса тела, которая рассчитана по предыдущим формулам, плюс разница между фактической и идеальной умноженной на 0,33. Эта теория основана на том, что жировая масса тела также потребляет калории. Меньше, но в любом случае для ее метаболизма функционирования тоже калории нужны. Итак, если мы начинаем нутриционную поддержку, мы должны понимать, какой у нас доступ. Если у нас пациент ест через рот, то, конечно, мы будем использовать именно доступ пероз. И в данном случае рекомендуется нутриционная поддержка в режиме сипфидинг, то есть использованием спидинговых смесей с использованием трубочки. Причем рекомендация 5 последних гадлайнам для пациентов с коронавирусной инфекцией говорится, что смеси должна обеспечиваться не менее 400 килокалорий, включая 30 грамм белка. А может быть даже и больше, в зависимости от того, сколько пациент съездают натуральной еды. И продолжительность будет не менее 1 месяца. Причем эксперты Эстон рекомендуют начать нутриционную терапию уже в раннем этапе госпитализации. То есть в первые сутки от поступления пациента понять, в какой группе риска по недостаточности питания он находится. И если он находится в группе риска, то уже начать нутритивную терапию. Как мы можем, например, если это пациент на амбулаторном звене, объяснить ему, сколько ему нужно съедать, в частности, белка. Ну и понятно, что калорий он тоже будет съедать достаточно. Я очень люблю использовать систему порций, потому что она дает, с одной стороны, мы даем пациенту некую рамку для того, чтобы он мог сам посчитать и съесть необходимое количество белка. А с другой стороны, мы даем ему большое пространство для того, чтобы самому принять решение, что он собирается съесть и за счет чего потребить достаточное количество белка. Итак, если, например, мы берем пациентку 62 килограмма, у которой, например, саркопения, мы решили взять 1,5 граммов белка на килограмм и получаем 93 грамма белка в сутки, из которых 50% должны быть за счет животного белка, то есть за счет белка высокой биологической ценности. Если мы поделим на 5 грамм, то получим 9-10 порций. Итак, мы пациенту говорим, что вам сегодня необходимо съесть 9-10 порций для того, чтобы провести профилактику либо развития, либо усугубления недостаточности питания и саркопении. И вы можете выбрать те продукты из списка рядом, которые вам больше всего нравятся. Например, вы можете съесть на завтрак омлет из двух яиц, это две порции, на обед, например, какую-нибудь котлету, если это будет 90 грамм, еще три порции. Например, кусок рыбы на вечер 100 граммовый, еще три порции. И мы получаем 8 порций. Либо если у нас пациент в силу каких-то причин имеет сниженный аппетит и отказывается от еды, мы можем рекомендовать ему добавить уже специализированные смеси. Например, в виде сухих смесей часто бывают пациенты-малоежки, которые отказываются от еды, добавление этой сухой смеси в еду, не увеличивая объем, увеличивает энергоплотность еды. Либо, например, мы добавить можем в виде стандартной смеси, либо смеси типа энергии с сиппинговой форме, например. Но там понятно, что одна порция будет в меньшем количестве смеси. И таким образом, на своем опыте могу сказать, что когда мы вот так пациентам объясняем, они более комплоентны, более привержены и лучше выполняют наши рекомендации. И здесь мы должны с вами, коллеги, уточнить для пациента, что это, например, если мы назначаем пациенту смеси, что это не еда, это лекарство, у которого имеются свои точки приложения, свои цели в терапии, и с пациентом нужно это обсудить. Таким образом, пациент начинает активно участвовать в лечебном процессе, и риск того, что он будет саботировать эти рекомендации, или, например, не выполнять их, обязательно мы должны с пациентом обсудить, зачем назначается нутриционная поддержка, и зачем использовать данные смеси, потому что они не всем пациентам нравятся. Пациенты саботируют прием смеси, иногда выполняют рекомендации неточной или, может быть, даже противоположным образом, говоря потом о том, что эта терапия неэффективна. Нужно объяснять пациенту, что смеси или клиническое питание – это не еда, это такое же лекарство со своими точками приложения, со своей целью в лечебном процессе. И тогда, вовлекая пациента активно в лечебный процесс, вероятность того, что он будет делать так, как вы с ним обсудили, намного выше. По крайней мере, я на своем опыте могу сказать, что даже при работе с онкологическими пациентами, четко объяснив пациенту, что мы получим, используя данные смеси, как правило, пациенты всегда выполняют рекомендации и активно участвуют в своем лечебном процессе. Движемся с вами дальше. Мы, конечно, должны проводить мониторинг эффективности, назначенной нами инфляционной поддержки. И если вы видите, что пероральным путем, к сожалению, вы не можете дать необходимый объем пациенту, то следует переходить на натуральное питание. И здесь, конечно, бывают сложности. Нам нужно либо ставить зонт и вводить зондовое питание, либо тогда мы должны переходить на подключение паронтерального питания, если, например, пациент отказывается от установки зонда. И, например, в рекомендациях Эспен написано, что используется периферическое паронтеральное питание, но вы в своем социанале должны сами определиться, как вы всегда используете, какой доступ, центральный или периферический, использовать тот, который у вас уже отработан и который вам комфортен. И здесь, конечно, вы можете использовать как энтеральный путь, так и смешанное питание, энтерально-паронтеральное, либо, может быть, пероральное питание плюс паронтеральное. Как мы оцениваем эффективность терапии? Если у вас удалось пациенту дать больше 60% от рассчитанной энергопотребности и больше 80% от рассчитанного количества белка, то энтеральное питание эффективно, и нужно продолжать ту стратегию, которую вы выбрали. Если же вы в течение 3-5 дней не можете выйти на 60% от энергии 80% по белку, тогда нужно рассматривать добавление паронтерального питания. Ну и хочу вам напомнить, что только от нутриционной поддержки, к сожалению, количество мышечной массы в организме не растет. Для этого нужно обязательно добавлять физическую реабилитацию. И поэтому в конце, резюмируя мои выступления, я хочу вам дать некий чек-лист. Вначале мы у пациента оцениваем степень недостаточности питания. Также желательно, если на это есть время и возможности, оценивать наличие и степень саркопении. Следующим этапом мы разрабатываем программу нутриционной поддержки, постоянно оценивая ее эффективность и монитория по маркерам, что вы идете в верном направлении. Ну и если, опять же, есть возможность и специалисты, это добавление физической реабилитации. Использование в комплексе всех этих инструментов помогает нам достичь поставленной цели, а цель в нашем случае одна – это максимально быстро и эффективно провести пациента по пути выздоровления от коронавирусной инфекции. Спасибо за внимание и до свидания.